Приветствую вас! И давайте для начала подумаем о том, почему мужчина мог от вас уйти, что ему не нравилось в жизни с вами, что его не устраивало, что напрягало, что раздражало. Также, давайте попробуем подумать о том, что он нашел такого в любовнице, ну, другой женщины, чего не было, по вашему мнению, у вас. Чем вы отличаетесь от любовницы? Чем вы ей проигрываете? В чем? И вот на эти моменты нужно обратить ваше внимание. То есть, смотрите, какую вещь вы пишете. Вы пишете, что он ушел назад и что вы хотите его вернуть. При этом, при том, что он ушел, вы ничего не написали по поводу его намерения относительно развода. Значит, что он уйти и ушел, но на развод не подал. Или вы об этом предпочли молчать, посчитав это, ну, не значащим и не имеющим значения фактов. Если так, то прошу вас этот момент дополнить. Итак, пока что мы с вами выделили, что мужчине что-то не нравилось в жизни с вами, и мужчина нашел в другой женщине что-то, чего не находил ваше. Это ключевые моменты. Моменты, на которые вам нужно обратить внимание. Также, если он не подавал на развод, значит, он, скорее всего, в глубине души планирует к вам вернуться. И он знает, он знает, что вы его будете ждать, что вы его примете. И это следующий важный аспект. Готовы ли вы его принять? Если да, то почему? Вы пишите, что хотите его вернуть. Вернуть для чего? Ведь он уже от вас выжил. По сути, он вас предал. Если он ушел, имея к вам чувства, то это предадут то самое, что не наезд настоящее. И мужчине нужно предпринять определенный ряд действий, чтобы доказать вам, что такого больше не будет. Для чего вам, со своей стороны, придерживаются определенные стратегии поведения. То есть, если мужчина изъявит желание к вам вернуться, сразу его не принимать. А своим поведением показывает, что вы не очень-то в нем нуждаетесь. Только так можно иметь реальные надежды на то, что ваши отношения как-то нормализуются. Почему именно так, спросите вы? Потому что, если мужчина к вам, допустим, вернется, и вы его, опять же, допустим, легко примете, то у него не останется в сознании какой-либо трудности возвращения к вам. И в случае, если в его жизни возникнет такая же ситуация, что какая-то женщина его влечет, он будет знать, что легко может от вас уйти и также легко вернуться. Если вы этого не хотите, то будете придерживаться той точки зрения, которую я высказал вам ранее. То есть, показывать ему свою независимость, показывать ненуждаемость в нем и не гореть желанием его принимать. Это очень важно. Дальше, следующий важный аспект. Если подобное вас не устраивает, и вы считаете, вы знаете, что вот вы своим поведением как-то, ну, спровоцировали его уход, да, как-то повлияли на его решение уйти, вы считаете себя виноватым. В таком случае, нужно понять главное, что наличие вины с вашей стороны хорошего вам не даст ничего. Ну, кроме, наверное, только того, что мужчина будет пользоваться тем, что вы, вот, избытываете чувство вины и будет этим, это, как бы, использовать на свою пользу. Если вы этого не хотите, то, соответственно, лучше с чувством вины не увлекаться. Да, вы совершили какие-то ошибки, возможно. Да, вы готовы эти ошибки исправлять. Междуначально их нужно выявить. А после дать Муниу понять, что, во-первых, вы исправили свои ошибки. Во-вторых, вы готовы дать ему то, что он получает с этой женщиной. То есть, вы поняли, в чем он нуждается и готовы ему это предоставить. Но, только при том условии, если он к вам вернется, вернется. Очень важна форма подачи того, что вы готовы дать ему то, что он хочет, и того, что вы исправили свои ошибки. Форму подачи лучше представлять как свободную, непринужденную, необусловленную, острой ненуждаемостью в мужчине. Потому что для него это будет означать, скорее, выигрыш, скорее, некоторое такое, знаете, выгодное положение, при котором он может диктовать вам свои условия. То есть, вы показываете ему, что в нем нуждаетесь. И мужчина понимает, что то, чего вы хотите, может дать только он. И это необоснованно повысит в его глазах свою собственную ценность по отношению к вам. Что негативно скажется на ваших отношениях с ним. Возможно, будет фонтаж, возможно, будет что-то еще нехорошее. Допускать этого нельзя. Ни в коем случае. И поэтому нужно, чтобы вы очень непринужденно, независимо сказали мужчине, что вот, ты знаешь, я после твоего ухода, там, поняла определенный момент, и поняла, что в жизни теперь буду поступать только, там, вот, каким-то одним образом. И, как я с тобой себя вела, я так больше не буду себя вести. Ну, так, между делом. Между делом, можете это упомянуть. И все. То есть, никаких намеков на то, что выходить, чтобы муж вернулся, делать нельзя. Если он увидит это, ну, я надеюсь, вы уже поняли, что это значит. Итак, примерную рекомендацию вы получили. Давайте немножко подытожим то, что я сказал. Значит, я учусь, что нам нужно делать выводы. И самое-то произойдет, чтобы понять, что вот причина, по которой муж ушел от другой женщины, крошится не только в нем, но и в вас, и вам нужно что-то менять в себе, в своем поведении и в отношении к мужу, конечно, тоже. В другой стране, немотря на то, что вы его любите, если вы его любите, то вы хотите ему счастье. Если вы хотите ему счастье, то вы понимаете, что он ушел от другой женщины, как к чему-то, делающим его, мужчину, более счастливым, чем вы. И это значит, что вы, как любящий человек, иди за него рады. Но если радости этой нет, значит, ваше чувство, оно обусловлено какими-то личными потребностями, и эти личные потребности создают у вас зависимость. Зависимость от него. И вот от этой зависимости вам нужно избавляться. Как? Через удовлетворение своих потребностей напрямую, не через мужчину. И тогда, если мужчина увидит, что вы действительно в нем не нуждаетесь, что вы действительно без него неплохо живете, он поймет, что может вас потерять. И в этом контексте, если он поймет, что может вас потерять, проявляются его истинные чувства. Если он у него к вам есть, то он захочет вас вверх вернуть. Он к вам вернется сам. Потому что поймет, что может вас потерять за всем. А если чувства у него к вам теплых романтических не осталось, то, скорее всего, у вашей адрес посыпятся обвинения, какие-то претензии и так далее. Ну, нужен ли вам в такой ситуации мужчина, нужен ли вам такой мужчина рядом, поэтому это уже решат вам. Мы за вас такое решение принять, конечно же, не можем. Это было бы неэтично. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.